Книга «Открытым оком», 17-й том. Тема монашества. Вопрос 3101. Кто более всего ратует за монашество в виде отшельничества, созерцательности, где полное уединение на вершинах гор? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Буддисты. Они прямо доказывают, что их нирвана, их пупок, появились раньше лет нас 700. И в этом они правы. Но была ли к ним командировка из египетских пустынь, из египетской тьмы, этого они не смогли доказать. Страшно становится, какие силы угробили в России в нечеловеческом моно. Вот какова церковная статистика. 1907 год. Епархий. 66. Число церквей. 51 413. Часовин. 20 113. Библиотек при церквах. 19 659. Монастырей мужских. 622. Женских. 218. Монашествующих мужчин. 17 583. Женщин. 52 927. В скобочках. Исторический вестник. 1916 год. Номер 10. Перед революцией церквей было 57 тысяч. И 1275 монастырей. Какая силища была заблокирована антиевангельским духом. Если бы эти силы были отправлены в мир на проповедь, то разве народ был бы таким темным в вопросах веры? Богатели монастыри. А потом изъятие ценностей. Послание Иакова. 5 глава. 3 стих. Золото ваше и серебро и заржавело. И ржавчина их будет свидетельством против вас. И съест плоть вашу как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Послание к римлянам. 10 глава. 15 стих. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Первое послание Фессалоникийцам. 1 глава. 8 стих. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Зачем обманывают тяжко и безбожно, имеющие власть прожить по правде? Плоды нечестия повылезают позже, помянется недобрым словом прадед. Закваска лжи пронижит до костей, восхвалится неправедное средство и выползет бунтуя при кресте, непрекровенно и нахально мерзко. Других спасал, себя же не спасет. Животворящие жизни проорали, бросали пыль, столетие песок. Разоблачить все это не пора ли? Рождение порядок установлен, раз навсегда и так ежесекундно. Бог сотворил, остался всем доволен и подивился. Хорошо сугубо. Творилось словом, вышним и еговой. Да будет, полетела и поплыла, и нет пути пока нигде другого. Без семени, чтоб жизнь творилась пылью. Так кто же надоумил недоумков крестить песком, слюной, а не в воде? Ловить рыбешку по канавам мутным, не погрузив, спасения не одеть. Обман кощунственный при жертвоприношении. Не полсловечка о христе не скажут. При византийщине погибло на учения, про благовестие не слыхивали даже. Манипулируют жрецы своим кадилом, нечистоту за святость выдают. В пустыне жаждущих водой не напоили, не ведая, где север и где юг. Душа ожившая ухватится за правду, путь выверит по Библии любезный. Родится свыше, небо будет рада, и сотворит овец из псов облезлых. 22 апреля 2006 год. Игнатий Лапкин.